С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 5 октября. Нас погода балует, видите какое тепло вообще. Я то оденусь утром, то разденусь потом. Вообще тепло стоит прекрасное. Я вот вышла показывать, показывала эти чудо-лопаты, как выбрать. И как раз вспомнила о том, что вчера, когда я выложила видео о дальневосточных томатах, именно о саммите, номер которого 289, пришло много комментариев и просьб о том, чтобы я о этих томатах рассказала больше. Ну, короче, еще о каких-то сортах. Но так как живых помидор уже не осталось, и все равно рассказывать я буду теоретически, то решила еще об одном сорте рассказать вот здесь вот прямо на улице, потому что все равно всю информацию буду просто устную давать. томаты уже убраны, все. Смотрите, вот среди той серии, которую мне открыла Вера Рязанова, прислав семена, я нашла сорт, подобный нашему Демидову. Я его для себя так и называю. Дальневосточный Демидов. Это сорт томата Топтышка. Вы сейчас поймете, почему. Но я-то визуально, увидев его, назвала его так. Он новинка, он первый раз в этом году в каталоге. И семян не очень много, потому что они были у меня на испытаниях. Но я сейчас вам расскажу характеристики этого сорта. И вы поймете, что это действительно вот томат, ну, как близнец Демидова. Есть какие-то немножко различия, но он очень-очень похож. И так же, как мы опираемся. Вот у меня основная часть томатов, основная масса томатов, это вот эти крепыши Демидов, там Настенька, Петруша. И вот дальневосточные томаты, они тоже такие. Потому что селекционеры Дальнего Востока, они тоже ведь понимают, что там вот такой климат очень неподходящий, очень экстремальный. И что выживут, в конце концов, если будут какие-то неблагоприятные погодные условия, только вот эти крепыши. Сейчас начнем про Топтышку. У меня номер 295 его. Как вы понимаете, он в самом-самом хвостике каталога. То есть, это вот самый последний томат, который я добавила. Он среднеспелый, это не ранний, но он среднеспелый. Штамбовый, компактный и похож на Демидова, такой же толстоногий. В рассаде не вытягивается. Потом, что еще у него, какие качества. А, такие же листья, толстые, мясистые. Я не пробовала его, правда, подмораживать, ни разу он у меня не подмерзал. Вот как нынче Демидов замерз. Но я полагаю, что если он и по внешнему виду, по характеристикам, по описаниям похож на Демидова, скорее всего, тоже он при кратковременных заморозках, если эти толстые, мясистые листья подмерзнут, а подмерзнут они в последнюю очередь после томатов-неженок, то они потом, скорее всего, солнце слепить не могу, скорее всего, восстановятся. У меня их было не так много, я их боялась на подзамораживание попробовать, испытать. Но все равно, раз он будет расти в моем огороде, когда-нибудь он подмерзнет. И я потом вам точно скажу, как он ведет себя после подморозки. Ну а вообще, по всем остальным качествам, единственное, что, конечно, это не крупноплодный томат, не такие, как вот 300. У него указан вес 100-160, при самых благоприятных условиях до 250. Но все равно он относится к салатовым сортам. Это не такой засолочный, как мелкоплодный. Его вполне можно употреблять в салаты. Но главное преимущество, это, конечно, его неприхотливость. Производители заявляют, что можно выращивать и без подвязки. Но так как на нем много плодов, он все-таки заваливается. Если вы будете выращивать без подвязки, он у вас будет, ну просто как на ленивой грядке врастил. Стоя он стоять не будет. Плодов много, и они все-таки как, ну, 150-граммовые плоды, они крупные, несколько плодов, и они куст завалят. Так, еще одно очень хорошее качество у этого томата, это высокий товарный выход плодов. Если вот, например, у некоторых бывают, то какие-то корявые, или какие-то там, ну вы знаете, что такое товарный плод, и что такое нетоварный плод. Высокий выход товарных плодов важен не только для того, чтобы красиво на них, ну, смотреть, любоваться. Например, для людей, которые выращивают на продажу, вот какие-то первые плоды. Кто-то хочет получить какой-то дополнительный доход. Это тоже очень важно. Ну и, конечно, красота плода важна, когда плод не трескается, а он не трескается. Когда он, у него товарный вид очень красивый, это плюс тоже томату. Потом. Томат этот очень молодой. Его в Приморском крае селекционеры вывели всего лишь в 2008 году. И как, ну выпустили на испытание, узнать, чтобы отзывы людей все. Получив хорошие отзывы, они начали, не знаю, ну у нас он не продается, может быть там где-то продается в магазинах. Мне вот эта Вера Рязанова присылала такие пакетики, как я вам уже говорила, какая-то опытная станция. Это даже не фирма семенная, не магазин, не какой-то специализированный. Но, скорее всего, скоро этот сорт будет в продаже. Но представьте, все-таки это очень довольно-таки молодой 2008 год. Это вот совсем, ну новинка, можно сказать, на рынке. И я рада, что эта новинка ко мне поступила. Как-то окольными путями я ее смогла добыть себе. Мне этот томат очень понравился. Конечно, его выводили специально для жителей Дальнего Востока. Потому что регион тоже сложный, с погодными условиями непредсказуемыми. Но так же, как саммит, про который я вчера говорила, он может расти, наверное, после Дальнего Востока и после испытания в Сибири в любом регионе. Напомню, что вчера я говорила о сорте саммит, тоже из той же самой опытной станции, тоже для Дальнего Востока. Но эти томаты, они разные. Тот именно пальчиковый, такой, с плотной шкурочкой, долго хранящийся, такой красивый все. Но он больше идет, наверное, как засолочный сорт. А этот плоды плоскоокруглые, розовые такие, мясистые. Он идет как салатный сорт. Вот это у нас гости с Дальнего Востока. Там еще какой-то один, я даже не помню, потому что у него первый год из 300 сортов, конечно, я знаю наизусть только свои. А после 200-го, вот эти 100 номеров, которые новинки, я и номера хорошо не помню, но я все равно хочу вам о них рассказать, потому что я их вырастила, они мне понравились. Неприхотливые, урожайные, что саммит, что топтышка. Еще хочу заметить, что у него небольшой рост, он, я уже говорила, штамбовый, он всего 50-60 сантиметров. Он вроде сам компактный, но листьев на нем много. Он такой, как, такое мощное деревце, но толстоногий, как Демидов. И вот тут, это точно брат-близнец Демидова, но его можно высаживать загущенно. Производитель нам рекомендует через 30-40 сантиметров, значит, он подойдет тем, у кого маленький участок, у кого небольшое вот место в огороде, занимает мало места. И еще хочу отметить один факт. Это сортовой томат. Один раз посадив, вы можете собрать семена и много-много лет его выращивать. Это не гибрид. Так что вот эти линейные томаты, они чем удобны, что мы потом будем, можем не пользоваться услугами магазина или где-то каких-то других продавцов. Купив его один раз, вы можете оставить его в себе на всю жизнь. Вот запомните, в моем каталоге он номер 295, новинка не только для меня, новинка вообще на рынке томатов. Сорт гость из Дальнего Востока, с Приморского края, очень такой крепыш, такой же, как демидов. Вот я теперь всегда называю, не удивляйтесь, что я дальше буду обозначать, что это дальневосточный демидов, это топтышка. Все, до свидания. Там кошки дерутся, то ли на них смотреть, то ли в камеру.